Друзья, всем привет! Сегодня у нас такая моделька приставки Smart TV. Сейчас распакуем, покажу как она выглядит, что идет в комплекте и посмотрим, что установлено на приставке и как это все работает. Так выглядит сама приставка. У нее есть 4 выхода USB с одной стороны, выход USB с другой стороны, два выхода под AUX, один под звук и второй под AB-выход. Также выход HDMI и LAN-вский выход и также под блок питания. Так выглядит приставка с другой стороны. Все вот эти вот дырочки предназначены для охлаждения приставки, чтобы вентилировался воздух. Также в комплекте сразу идет провод HDMI для подключения и блок питания. Это все, что нужно, чтобы подключить приставку к телевизору. Также в комплекте идет такой простенький пульт. Если вы хотите больше удобства и комфорта в управлении приставкой, то вам лучше взять такой пульт дополнительный, улучшенный. Он стоит 750 рублей. У него из функции добавляется голосовой поиск, аэромыш, включение-выключение, работает по Bluetooth, ну и остальные тоже полезные функции. Пульт выполнен намного качественней, поэтому всем советую его докупать в комплекте. Сейчас переходим к приставке и смотрим, что на ней установлено. Итак, друзья, воткнули провод HDMI, подключили блок питания к розетке, подключили все это к приставке и у нас запускается приставка, появляется картинка. И мы видим, что установлено Google Play, Lazy Media для любых бесплатных фильмов, Lime TV для бесплатных фильмов, там их примерно 100 штук. Сейчас мы их откроем и посмотрим. TV для TV-каналов, установки плейлистов ваших, которые у вас есть. Дальше у нас зона для бесплатных любых фильмов, даже новинок. VV-Box, это тоже приложение для бесплатных фильмов. Lite TV для бесплатных TV-каналов. Дальше у нас приложение тоже для бесплатных фильмов. BEM TV тоже бесплатные TV-каналы, там их 45 штук. Ну и стандартный YouTube, который сейчас замедленен. Но он работает от мобильного интернета, если вы раздадите его на приставку, то все будет работать. Итак, начинаем сначала. Deluxe Lazy Media. Нажимаете согласен, выбираете пульт. У вас все загружается. Всегда нажимаете отмена. И сейчас включим какой-нибудь фильм, посмотрим как работает. Также из этого приложения вы можете включать любое приложение, которое установлено на приставке. Если вы хотите посмотреть TV-каналы, вы можете нажать BEM TV, и вы сразу перевели в TV-канал. Как видите, фильмов очень много. Сейчас какой-нибудь выберем. Все, друзья, запустился фильм. Если нет звука, нажимаем на пульте добавления громкости и добавляем громкость. Если громкости не хватает, то берете пульт от вашего телевизора и на нем добавляете громкость. Как видите, грузится довольно быстро и это еще зависит от вашего интернета. Это у нас была лейзи-медиа. Отсюда же мы можем перейти в TV-канал. Давайте перейдем. Все, быстро перешли. И здесь мы можем смотреть TV-каналы. Сейчас включим все каналы. И сейчас я пролистаю, увидите, какие каналы здесь доступны. Давайте какой-нибудь включим, посмотрим, как работают. Это у нас были TV-каналы. Дальше можно зайти в приложение для фильмов. Ламп ШИМ. Тоже довольно хорошее приложение. Приятное для глаз. Сейчас включим, выберем фильм. Посмотрите, как он работает. И включаем первую серию. Единственный минус этого приложения, что здесь есть реклама. Но она недолгая, буквально 15 минут. Реклама прошла и можем смотреть фильм. Здесь все тоже. Дальше довольно хорошо работает. TV-made. Это вы сами загружаете свой плейлист. Зона тоже для фильмов. И V-box тоже для фильмов. Live-TV для TV-каналов, как я уже сказал. Также установлены приложения Link TV. Здесь у нас находится TV-каналов. Здесь их около тысячи штук. Программа пробная. Смотрим, как она будет работать. Долго она продержится? Сейчас это покажет время. Если программа хорошая, тогда оставим. И будем всегда их устанавливать на приставки. Всегда будем этим приложением пользоваться. Качество тоже очень хорошее. Евроспорт 1 HD. Давайте включим. Все тоже работает. Евроспорт 2 HD. Старт HD. Старт 3 HD. Все отлично работает. Сама по себе приставка не тормозит. Работает отлично. Поэтому пишите, спрашивайте. Отправляем авиа доставки.